Еще в октябре прошлого года здесь закладывали первый камень, а сегодня уже вбиты сваи в основании будущего здания станции ультрафиолетового обеззараживания источных вод. Городские очистные канализационные сооружения переживают масштабную реконструкцию. Ход работ проверила глава Самары Лена Лапушкина. Сейчас основная стадия очистки – хлорирование – метод, устаревший, к тому же небезопасный для окружающей среды. Ультрафиолетовая обработка позволяет уничтожить все известные бактерии и полностью исключить применение хлора. До конца этого года стройка завершится, оборудование установлено и станции приступят к работе в тестовом режиме. А полностью программа рассчитана до 2024 года. К тому времени все источные сбросы Самары будут чище, чем речная вода. Настало время позаботиться о реке, которая дает жизнь городам и селам на своих берегах. Федеральная программа «Чистая Волга» включена в национальный проект «Экология». Одна из задач – насколько возможно сократить техногенные воздействия на акваторию. Когда вы планируете корпусы достроить? В данный момент у нас, согласно графику, корпус будет построен в июле. Установка оборудования идет параллельно. Оборудование будет устанавливаться при строительстве каналов. Когда каналы мы строим, в них устанавливаются закладные детали. Соответственно, параллельно уже начинаем монтаж оборудования. На первом этапе производительность новой станции будет почти 36 тысяч кубометров сточной воды в час. Далее ее планируют увеличить до 53 тысяч. Процесс очистки организуют на самом современном уровне. Это колоссальная роль для очистки источных вод, канализационных вод в реку Волгу. Во-первых, это будет безопасно. Во-вторых, это никоим образом не уменьшит объема очистки источных вод, и мы наконец-то уйдем от вредного производства, от хлорирования воды и получим качественную воду уже на выходе. Могу сказать, что все движется по графику, как нас и заверяли. К концу года у нас уже первый этап будет завершен. По мере реализации программы оздоровления Волги будет запрещен сброс неочищенных стоков, содержащих вредные вещества. Тогда не исключено, что в реке, ставшей символом России, снова будут водиться осетры. Олег Зверев, Константин Головин, Василий Колдашов. События.